За неосторожный комментарий в интернете могут посадить за решетку. Особая группа риска в социальных сетях и различных мессенджерах – это, конечно же, молодежь. Поэтому профилактическим беседом со студентами столичных вузов и колледжа прокуратура уделяет особое внимание. Одна из таких встреч прошла в медколледже имени Аскер Ханова. Все подробности знает Хамза Нурмагомедов. Теперь за неосторожный комментарий, репост или публикацию могут посадить в тюрьму. Или как минимум оштрафовать на крупную сумму. Прокуратура тщательно проверяет пользователей соцсетей на причастность к экстремизму. Только в Инстаграме выявлено более 30 запрещенных страниц. На этой неделе админа одной из таких страниц уже задержали. Жительницу Буйнакска осудили за призыв к экстремизму. Она умышленно оставляла провокационные комментарии. Свою вину признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. А также запретил целый год вести страницу в интернете. Прокуратура предупреждает – надо быть осторожнее. Даже если не под своим именем установить его не представляет трудности, он будет установлен. Поэтому, думая, что левым не под себя зарегистрированным ником можно будет там что-то написать, потом удалить, то это неправильно, это ошибка. Можно будет вычислить. Напомнить молодежи об ответственности сотрудники прокуратуры пришли в медколледжи имени Аскерханова. Студентам объяснили, что даже репост противоправного материала считается нарушением. И посоветовали отписаться от подозрительных страниц. Оскорбление, клевета и призыв к насилию – все это строго запрещено. Например, если ты опубликовал на своей странице или комментарий поставил, что тебе не нравится эта религия, тебе могут угол на ответственность, как он сказал по статье 282, могут или штраф наложить, или могут даже посадить за это. Все уважающие себя любят и знают, что так делать нельзя. В принципе, все девочки в нашем колледже знают, что так делать неприемлемо. Мониторинг ситуации, по словам работников прокуратуры, идет регулярно. Они призывают также и родителей следить за телефонами своих детей, чтобы избежать плачевных последствий. В наш век глобальных технологий почти 70% времени молодежь проводит в соцсетях. Взрослые зачастую не знают, чем именно увлечены подростки. А пропаганда в сети может быть разная. От безобидного просмотра смешного ролика до увлечения опасными идеями. Это надо знать и помнить. Хамза Нурмагомедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.